здравствуйте все на канале творческий сундучок с вами татьяна сегодняшней работе решила использовать давно пошитые блоки и даже самые первые пробные блоки это crazy блоки которые шила по бумаге их несколько основная масса блоков на тканевой основе и это мне нравится больше ткань служит как дополнительное уплотнение и заготовка получается стабильнее я выкраиваю блоки одного размера это 20 на 20 и мне надо 14 таких блоков у кого нет таких приспособлений как мат для раскроя и дисковый нож можно воспользоваться шаблоном из плотной бумаги или тонкого картона девочки спасибо вам большое за ваши комментарии которые вы мне пишете я их все читаю и стараюсь на них ответить на каждый есть конечно не очень приятные и совсем неприятные комментарии тем не менее критику я принимаю мне еще многому надо учиться но что совсем не приемлю на канале это комментарии относительно политики тем более такие токсичные как под моим последним роликом такие комментарии я сразу удаляю канал творческий что уже в самом названии рукодельной и на то что происходит в мире мы никак не можем повлиять и еще мне очень нравится выражение зачем есть невкусное когда есть вкусное но думаю что это каждый растолкует по-своему в конце видео я разместила фото не по теме в ответ на недовольный комментарий как я уже говорила у меня 14 блоков и мне понадобятся две полосы состоящие из 7 блоков соединенных между собой соединять я буду с помощью бейки я вырезала вернее оторвала вот такую полоску ткани шириной 14 сантиметров я накладываю полоску лицевой стороной на блок и пристрачиваю отступив от края один сантиметр со строчила лишние срезаем отгибаем и накладываем лицевой стороной следующий блок прикладываем краю и также делаем строчку с припуском в один сантиметр вот я со строчила и вы видите что при разворачивании срезы смыкаются бумагу я сниму только после того как соединю все блоки и в таком же порядке я буду присоединять остальные блоки блоки я сначала сшиваю попарно и затем уже пары присоединяю друг другу готовые две дорожки из блоков надо соединить в одну большую заготовку ну вот смотрите я пришила полоску и теперь надо присоединить вторую деталь я накладываю лицом к лицу и чтобы не промахнулся вот с этими поперечными полосками надо их конечно зафиксировать фиксирую булавочкой также совмещаем следующую потому что пришить и у нас все равно какой-то небольшой перекос происходит заготовка из блоков готова ширина моего изделия должна быть 50 сантиметров а топ получился 39 сантиметров я решила увеличить ширину за счет бортиков скроила утепляющую прокладку нужного размера и на ней разместила свою заготовку а нижнюю ткань сделала на 7 сантиметров шире наполнителя теперь я все это сколю чтобы слои не сдвигались и к машинке матрасик простегала по линиям шва и в каждом блоке я обстрочила центральный лоскутик и этого достаточно а нижнюю ткань я подвернула наверх и приметала хочу показать как я оформляла уголки вот уложенный бортик конец я складываю вот таким треугольником и затем подвернув бортик с другого края получаем вот такой красивый аккуратный уголок и мне осталось отстрочить бортики ну и вот матрасик размер его полтора на 50 скосы на уголочках я подшила вручную потайными стежками так выглядит матрасик с нижней стороны получилось по летнему ярко я удачно пристроила невостребованные крэйзи блоки если вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии и не забудьте нажать на колокольчик и теперь обещанное под видео где я шила повязку на голову две зрительницы выразили недовольство почему я не показала повязку на голове это фото не для широкой публики снимок сделала для девочек из ветеранской спортивной команды на день физкультурника команда красовалась в этих повязках но а ролик набрал большое количество просмотров и удалять его из эфира для того чтобы разместить фото не хочется ну вот такое отступление от темы и на этом я с вами прощаюсь до скорой встречи